Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и YouTube-пользователи, YouTube-зрители! Сегодня суббота, 18 число февраля месяца. И мы продолжаем тему астрологии. И у нас на связи сегодня Василина Мискевич, профессиональный астролог. Василина, здравствуйте! Здравствуйте, радиослушатели и любители астрологии! Да, ну и тему мы продолжаем какую? Мы сейчас говорим о Сатурне, причем время, точнее день выбран абсолютно удачно, с моей точки зрения, что, конечно же, противоречит западной астрологии, поскольку суббота — это день Сатурна. Это восьмерка. Поэтому, с моей точки зрения, вполне уместно то, что мы сегодня будем беседовать о Сатурне. Ну и вот Василина нам сейчас будет докладать. Рассказывайте, Василина, докладайте. Но прежде чем начать передачу, такой анонс, о чем вообще мы будем сегодня говорить. Во-первых, мы подведем итоги по предыдущим передачам, так вкратце, что мы выяснили про Сатурн, и рассмотрим все его свойства. А также мы попытаемся его увидеть, каждый свой Сатурн. Я не шучу, мы будем смотреть на него, будем размеры его вычислять, цвет, свет и так далее. Я надеюсь, что это будет интересно всем, а в первую очередь тем, кто любит астрологию, кто пытается узнать все больше, особенно о Сатурне. А что касается периода, который мы выбрали, я думаю, что самое время. Потому что мы рассмотрим Сатурн в затмении в конце передачи. Какой он, какой характеристикой обладает, где находится, и что нам от него ждать? Ну, совершенно замечательно. Я, конечно, хотел бы добавить кое-что о Сатурне с точки зрения ведической астрологии. Вообще, есть очень и очень много, ну не знаю, кто-то говорит, говорит, что это сказки ведические какие-то. Но, вообще-то говоря, любая планета – это личности. И эта личность, она имеет свой облик. То есть, облик и цвет, и, в общем, настоящий облик. Ну, давайте вы будете рассказывать, а потом в конце я буквально там несколько слов добавлю. Вот с этой точки зрения, хорошо? Конечно. Ну, я думаю, в процессе передачи можно что-то добавить. Давайте. Две головы всегда лучше, чем одна. Это правда. Вот двумя головами мы в прошлой передаче с Андреем Бухариным и выяснили. С тремя. Про Сатурн. Да, и с тремя. Да. Выяснили. Как у дракона было две огнедышащие – это астрологи, и один какой-то там сбоку сидящий, который вставлял несколько своих копеек. Ну, вообще, три головы у Змея Горыныча в наших русских сказках. Да, именно. Наш дракон, наш Змей Горыныч в три раза мощнее всех остальных. Надо об этом помнить. Вообще, очень продвинутый персонаж. Как и все остальные. А вообще, тройка, тройка в ведической нумерологии – это Гуру, это Юпитер. Так что, вот этот дракон трехголовый – это был очень и очень мудрым драконом. Ну, еще бы. Да. Ну, и вот в прошлых передачах мы выяснили, вспомнили, что цикл Сатурна – период обращения вокруг Солнца, вернее, 29,5 лет. И вот, что Сатурн воспринимается большинством астрологов и астрологов-любителей как нечто отрицательное, но, тем не менее, важная составляющая часть нашей жизни, без которой мы не можем, в общем-то, продвигаться, преодолевать препятствия, которые дают нам стойкость. Выяснили, почему говорят о том, что 32 число связано с циклом Сатурна. Ну, вот я посмотрела, когда Плутон был в своем Афелии, в Тельце, это самая дальняя точка, на которой находится Плутон по отношению к Земле. Это было в середине и во второй половине XIX века. И цикл соединения Сатурн-Плутон тогда был 32 года. Когда Плутон приближается, цикл увеличивается. Кстати говоря, очень интересно, что древние астрологи именно 32 взяли цикл, когда Плутон-Сатурн соединяются именно в Афелии Плутона, на самой дальней точке. Но, возможно, они предполагали, что орбита Плутона не такая вытянутая, а имеет круглую форму. Поэтому 32 цикл все-таки, скорее всего, связан именно с соединением Сатурн-Плутон. Ну и мы в этом веке опять столкнемся с Афелием Плутона в Тельце. И опять будем наблюдать цикл 32, соединение Сатурн-Плутон. Также мы выяснили интересную особенность числа 32, которая при делении и умножении на число Пи дает круглое число. А число Пи у нас связано с окружностью. Ну и к свойствам Сатурна. Как его увидеть, как его пощупать. Мы вспомним с вами школьный курс биологии, точнее анатомии. И вспомним строение нашего зрения. Если помните, есть область зрения, которая называется слепое пятно. Это область зрения, нечувствительная к солнечному свету, к свету вообще. Это кусок темноты, который мы не видим, потому что свойство нашего мозга таково, что дорисовывает нам картинку. Там, где мы могли бы наблюдать слепое темное пятно, мы дорисовываем в своих фантазиях картинку. Для каждого человека эта картинка очень сильно отличается. То есть вы на экране сейчас видите меня, но каждый видит меня по-своему. За счет того, что дорисовывает картинку в этом слепом пятне. Все люди, в зависимости от того, что там в этом слепом пятне находится, строят свои, дорисовывают свои какие-то образы. У кого-то они темные и мрачные, у кого-то светлые и радостные. У кого-то темное пятно больше, слепое, у кого-то меньше. Помните, как мы это слепое пятно рассчитывали и разглядывали еще в школе? Вот вам пример. Вы можете посмотреть на картинку, закройте правый глаз, посмотрите на левый крестик, приблизьте. И когда вы перестаете видеть второй крестик, эта область уже темная. Это и есть слепая область, которую мы не наблюдаем. Ну, если вам не нравится смотреть по видео эту картинку, можете посмотреть в Википедии, это не проблема, наберите слепое пятно. Ну, а в школе мы даже измеряли это слепое пятно. Закрывали один глаз, ставили перед собой палец, потом закрывали другой глаз и смотрели, на какое расстояние палец смещается. У кого-то слепое пятно было больше, у кого-то меньше. В зависимости от того, как расположены наши глаза. У кого-то близко к носу, у кого-то дальше. То есть широко расставленные глаза и ближе к носу. Поэтому очень часто говорят, что человек, у которого глаза находятся близко посажены к носу, это человек козерожьего типа, сутурнянского. На самом деле это именно так, область слепого пятна у таких людей меньше. И можно сказать, что третий глаз у них почти не работает. И это такой тест для людей, которые говорят о том, что они экстрасенсы. Если у них широко расположены глаза, да, вполне возможно, что они видят слепую область очень четко. А если, например, у Ригеллера взять, и у него близко расположены глаза к носу, скорее всего, он не экстрасенс, а шарлатан. Потому что в этой темной области он ничего не видит. Скорее всего, он просто фокусник и шарлатан. Это к примеру. Несмотря на то, что он останавливал Биг Бен, стрелки, несмотря на то, что он там в эфире, точнее по телевидению выращивал из зернышка там что-то такое, это фокус был, правильно? Ну, конечно, фокус. Это шоу. Раз он на телевидении, значит, это шоу. Настоящий экстрасенс, поверьте... На телевидение не выходит, правильно? Конечно. И на радио не выходит. Да нет. Конечно. Или на радио можно. Ну, что значит настоящий провидец и настоящий экстрасенс? Я думаю, что он найдет в себе применение где-то в другой области. Ну, можно и развивать, конечно, в себе вот это темное пятно. Либо есть люди, которые от рождения обладают именно вот зрением в этой темной области. Как правило, люди с Сатурном в огненных знаках. То есть мы поняли, что и вспомнили, что слепое пятно нечувствительно к свету. А люди, которые в гороскопе рождения имеют Сатурн в огненных знаках, видят в этой тьме свет. Либо если Сатурн имеет аспект с какой-нибудь огненной планетой. Бывает даже так, что зрение у человека пропадает, наше реальное зрение, и они видят только вот этим третьим глазом, вот этим слепым пятном. Если взять Вангу, например, у нее Сатурн был в тригоне с Марсом. Марс — огненная планета. И она освещала, именно эта планета освещала Сатурн, освещала область вот этого слепого пятна. Ну и у многих слепых, музыкантов, экстрасенсов, Сатурн чаще всего находится именно в огненном знаке. Они видят свет в этом темном пятне. Могу даже привести интересные примеры. Такие у Дианы Гурской. Вот у нее Сатурн во льве. То есть она, ее таланты рождаются наверняка еще и в области вот этого слепого пятна. Ну и, в общем-то, многие имеют как раз-таки слепые, но талантливые люди, такой освещенный Сатурн. Мы видим вот на гороскопе, я специально вот показываю вам всем известный такой символический гороскоп. Мы видим знак Козерога в зените гороскопа, в десятом доме, как говорят. Человек, вот говорят, видит перед собой цель. Цель формируется как раз-таки в области слепого пятна. И в гороскопе мы видим эту цель в зените. Козерог стоит в зените. Мы идем к этой цели. Но что мы там видим? Мы видим там прошлое. Все наше будущее формируется на основе прошлого. Без прошлого нет будущего. Откуда мы знаем, какие картинки рисовать в своем воображении, если у нас позади ничего нет? И наше прошлое, наше прошлое хранится в четвертом доме, внизу, на дне гороскопа. Все мы складываем туда, весь опыт прошлых лет, негативный, либо еще какой-то там хороший, может быть, у кого-то больше хорошего, к счастью. Он складывается в противоположном знаке, внизу гороскопа, в раке. И то, что мы рисуем в своем слепом пятне, своим Сатурном, складывается именно из этих картинок. Поэтому есть такая зависимость будущего от прошлого, нашей цели от того, что мы видели в прошлом. Но есть люди, которые с рождения не видят ничего, слепые с рождения. Чаще всего у таких людей напряженный аспект в гороскопе имеется к Луне, к управителю рака. Это, наверное, та же самая Диана Гурская? Да, да. У нее квадрат Луны к Сатурну. Но, помним, у нее Сатурн во льве, она видит свет. Она видит свет, имеется в виду, не глазами, она видит свет внутренний. Да, да. Можно сказать, что она светится внутри и видит свет этот, который у нее, как она его представляет в своем. Я не знаю, у меня Сатурн не во льве, но я думаю, что это свет в конце тоннеля и какой-то оптимизм у нее есть. Это такой серьезный посыл. Было бы гораздо сложнее ей, если бы у нее был Сатурн где-нибудь запрятан в каком-нибудь тяжелом земном знаке. Но это не все, конечно, про слепое пятно. Мы говорили уже про экстрасенсов, поговорили о противоположном знаке, о том, что рисуется там у нас в голове, в этом темном пятне. Между прочим, мы постоянно наблюдаем свой контакт с Сатурном, без того, чтобы эксперименты с этим слепым пятном ставить, с пальцем. Нам постоянно мешает переноситься. Мы смотрим, мы уже, конечно, привыкли к этому, и мы наблюдаем так свой нос. То есть где-то что-то вот он мелькает, но мы привыкли, и мы его не замечаем. Но если присмотреться, мы видим свой нос, он нам немножко мешает. Так вот, философ, между прочим, восточный философ Кошо, ну и психолог к тому же, он определил, что в периоды тягостей, лишений и перед смертью человек перестает видеть свой нос. Это на самом деле так, это психологи подтверждают это. То есть слепое пятно у человека увеличивается. Поэтому, если вы вдруг по какой-то причине перестали замечать свой нос, и он перестал вам мешать, скорее всего, где-то рядом притаилась опасность. Это не домыслы, это подтверждается статистическим, таким психологическим анализом. Это психологи этим увлекаются. Ну а что касается Оша, у него Сатурн в точной оппозиции с Плутоном. То есть у него тоже есть такая огненная подпитка самого Сатурна от Плутона. Но Плутон еще можно связывать, конечно, с сексуальной энергией, поэтому Оша у нас философ. Вроде бы, как наш европейский Зигмунд Фрейд, он у них восточный тоже такой, опирается на сексуальный опыт и где-то там что-то практикует, практиковал, вернее, в этом направлении. То есть у него базируется на сексуальных отношениях его философия, его психология. Между прочим, рекомендую послушать, толковые вещи говорит иногда, ну это любителям психологии. Иногда. Или просто астропсихологии. Но когда будете слушать, учитывайте, что у него вот в этом слепом пятне, скорее всего, какие-то эротические картинки присутствуют и агрессия. Как он устроен внутри, мы уже знаем. Вот. Ну а что касается Сатурна, за счет чего он живет, за счет чего он питается и как его поддерживать. Вот на картинку, если посмотреть, мы видим, что у Козерога, который у нас в Зените, очень хорошие складываются отношения с двумя водными знаками. Можно построить бисекстиль к Козерогу от знака рыбы и от знака скорпион. Что в знаке рыб таится для Сатурна? Это наша фантазия, это полет творчества, наши творческие наклонности. Поэтому наша цель и Сатурн формируются за счет наших фантазий творческих. Насколько мы можем фантазировать и представлять наше будущее, наши цели. А что касается знака скорпион, то наши цели основаны и формируются за счет наших рефлексов, инстинктов. В том числе и здесь инстинкт размножения, инстинкт сохранения рода, инстинкт выживания. Ну и такое принятое в астрологии термин как интуиция. То есть интуиция тоже здесь. Но интуиция, в общем-то, заложена в ней как раз таки инстинкты и рефлексы. То есть у кого развито творчество, у кого развитые инстинкты и кто опирается на свои здоровые инстинкты, тот вполне способен нарисовать себе четкую цель в жизни. Такую вот радужную, не пессимистичную, оптимистичную. Где-то может, конечно, зависит, в любом случае зависит опыт прошлых лет. Без этого никак, потому что знак козерога всегда находится в зависимости от знака рак, а не в оппозиции, напротив друг друга. Поэтому на основе прошлого мы строим свое будущее и множество фантазий каких-то воплощаем в этой области слепого пятна. И видим перед собой цель. Мы реально видим эту цель в области слепого пятна. Вот такое интересное свойство Сатурна, которое мы можем наблюдать у себя. Ну а что для Сатурна опасно? Мы уже говорили о людях, которые видят свет. У них, в общем-то, Сатурн в огненных знаках. Поэтому, если вы посмотрите на картинку, обратите внимание, в напряженных отношениях козерог находится с весами и с овном. Между этими знаками квадратура. Поэтому, скажем так, весы, с одной стороны, это партнерство, а с другой стороны, это конкуренция, это другие люди и это общество. То есть кто нам навязывает эти какие-то стереотипы и эти цели. То есть вот как бы безвыходные ситуации, мы с партнером находимся рядом, и он навязывает нам эту цель. Поэтому тут таится опасность для Сатурна. Нужно всегда учитывать, что кто-то пытается навязать вам другую цель. Понятно. Старайтесь избегать этих ситуаций. И огненный знак всегда дает такую слепоту в реальности. То есть человек от овна может получить именно вот, стать слепым в реальности, а слишком яркий свет видеть именно в области слепого пятна. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, телезрителям, напоминаю, мы сегодня беседуем с Василиной Миткевич, профессиональный астролог. Мы говорим о Сатурне. Ну, давайте я добавлю буквально несколько слов. Пройдусь вот по тем моментам, которые осветила Василина с точки зрения несколько другого подхода. Ну, вот если мы говорили о Василине, Василина, вы упоминали Диану Гурскую. Вот я тут быстренько посчитал ее нумерологическую матрицу, допустим. Вы знаете, я даже не ожидал, поскольку я как-то был свидетелем на битве экстрасенсов. Ее пригласили в качестве какого-то гостя и спросили ее мнение. Она пришла со своим мужем. Ну, больше говорил муж. И вот, наверное, она просто подтверждала все то, что говорил муж. Это, в общем, было резко негативное неверие. Но вот у нее самой-то в этой матрице, удивительно, у нее просто невероятная интуиция. И это то, что вот вы как раз и сказали. Она видит действительно свет. У нее, то есть, я бы так сказал, это те люди, которые работают в разведке. Могут работать, ловить шпионов. То есть, она просто интуитивно чувствует очень и очень многие вещи. Потрясающая целеустремленность, потрясающая самооценка, абсолютно максимальная, без всяких перехлестываний, недооценки, очень и очень неплохо. Со здоровьем неважно. Это мы знаем, она слепая. Это вот то, что показано в ее психологической матрице. Если мы говорим об Оша, то очень необычный человек, очень интересный человек, без сомнения. Без сомнения занимался очень серьезными практиками, приобрел очень серьезные способности. Но, смотрите, это, конечно, не показательно, но прожил-то он всего, во-первых, 50, примерно 8 лет, чуть больше. Это первое. Второе, очень много противоречивого. То есть он как бы учил, и он как бы многих людей направлял на путь истинный и различные практики. Но, вот смотрите, гуру, сексуальный гуру, допустим. То есть кто мы такие люди? Вот об этом я, скажем, постоянно говорю и мои программы. Мы, body, mind, spirit, тело, дух, душа. И кому как не Оша знать о том, что мы все-таки главная составляющая нашего, вот триединства, это духовность. То есть в этом никакой духовности нет. Это чисто материальные инстинкты и так далее. Дальше у него была огромнейшая коллекция машин. То есть там было просто количество этих машин. Это исчислялось там, наверное, десятками миллионов. Эти машины, которые были собраны со всего мира, причем очень и очень дорогие. Он это дело все очень любил. Кстати, в последней битве экстрасенсов, я смотрел там с вами Даша, такой был победитель. Он рассказывал, как он посещал эти его всякие ретриты. И это стоило очень и очень дорого. То есть человек был мотивирован деньгами. А как же иначе бы он покупал эти Мерседесы, BMW и всякие там другие автомобили, раритеты и так далее. То есть тантра, сексуальные практики, все. Вот это очень и очень много противоречивого. Что говорить о нумерологической матрице человек? Ну просто, ну вот как, если помните 17-довение весны, характер, когда там Капелян давал характеристику этим, ну голосом Капеляна, характеристику членам НРДРП, там с какого-то там, характерно нордически стойки. Так вот у него характер не просто нордически стойки, а это просто деспотичный характер. То есть если как, не по нему, это категорически просто, ну там расстрелять, повесить или вообще-то говоря, в преисподнюю изгнать. То есть просто деспотический характер. Великолепнейшая связь с, скажем, ну то, что называется, с макрокосмом. То есть наша система, мы люди, это микрокосм, а вокруг нас это макрокосм, частью которой мы являемся. Вот это у него действительно было. Во всех остальных, да, здоровье было очень, от рождения было очень слабенькое, вообще не было практически. Но это вот, видите, по этому доказательству. То есть очень и очень противоречивое. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, это личность самого Сатурна. Удивительная, так скажем, личность. И вообще-то говоря, на санскрите его имя Шани. Шани – это медленный переводец из санскрита. И это самая, да, как, естественно, удаленная планета Солнца, самая медленная планета. И вот Шива, это его был учитель, и он ему сказал о том, что вот надо быть повелителем вот этой планеты Сатурна. Он стал повелителем. И есть такая еще притча, очень интересно, когда у Шивы с его супругой Парватей родился сын, то они сидели и думали, кого надо приглашать. Ну, естественно, надо пригласить всех остальных полубогов и так далее. Ну, и вот они думали, приглашать ли Сатурна. Потому что Сатурн, ну, поговаривали, что вот он очень такой личность, которая очень опасная личность. Но не пригласить Сатурна было нельзя, поскольку он все-таки, ну, так сказать, планета, повелитель планеты. И они его пригласили. А сын родился, это был Ганеш. И вот одна из версий, допустим, притч о том, почему у Ганеш голова, слона, одна из, еще раз повторяю, это как раз-таки, что произошло, когда пригласили Сатурна. То есть там все там празднуют, там все гуляют, ну, так сказать, Амрита льется рекой. И вот приходит Сатурн. Ну, его ведут в спальню младенца. И посмотрел Сатурн на этого младенца, и у того взорвалась голова. Ну, короче говоря, все были в шоке. Но поскольку это все-таки были полубоги, то Шива приказал там первого попавшегося, вот, кто попадется, вот отрубить голову и, скажем, чтобы пришить эту голову, будем так говорить. Ну, вот первый попался слон. Значит, отрубили голову и, так сказать, пришили этому младенцу. Вот поэтому у него... Ну, на самом деле, это, так сказать, может быть и шутка какая-то такая, но на самом деле Сатурн... Ну, во-первых, лик Сатурна, один из ликов Сатурна, он наголик, как мы знаем, это смерть, кстати. Вот, и почему? Потому что продолжительность жизни, это и есть показатель, как бы, смерти. Это планета печали, отречения, одиночества. В общем, довольно-довольно тяжелая планета. И вот когда человек попадает вот в такой цикл планетарный, скажем, да, то рекомендуется ему носить камень. Вот камень Сатурна на Земле, это синий сапфир, синий сапфир, голубой сапфир, темный. И, ну, опять же, на определенном пальце, в определенное время, это все очень и очень сложно, и надо быть с этим делом все очень осторожным. Ну, вот, таким образом, ну, там понятно, за что он отвечает в теле, по-видической, опять же, астрологии. Если болезни, вот, если мы говорим о болезни, то это артрит, ревматизм, паралич, кстати, тоже может быть, ну, какие-то хранительные, хронические, точнее, длительные болезни, нервные расстройства. Вот в таком, можно много чего говорить, но я, так сказать, хотел бы вот это все сократить. Почему? Потому что мы сейчас говорим с Василиной Митскевич, профессиональный астролог, руководитель проекта «Основание», и мы сейчас, прошу прощения, и мы заканчиваем, да, тему Сатурна, вот на этом, этот раз. Да, но на самом деле, это было такое предисловие к обещанной передаче о бессмертии. То есть мы там будем говорить о Каще Бессмертном, вспоминать третий глаз и выяснять, в чем же дело, почему человек рано умирает, рано стареет, и что сделать для того, чтобы продолжительность жизни увеличилась. Да. Какие перед собой нужно цели ставить здесь? Да, и я, как всегда, буду добавлять, поскольку это еще не все, мы будем говорить, я добавлю о том, кто такой Ямарадж, не знаю, знаете ли вы или нет, это бог смерти в восточной, скажем так, философии. Яма – это смерть, Радж – это повелитель. Радж – это повелитель смерти. Ямарадж, у него есть слуги, там есть очень много притч, и это действительно очень, не очень интересно. Вот таким образом, дорогие друзья, мы будем вести наши передачи с Василием Мицкевич, поскольку это интересно, потому что, ну, так сказать, две части целого, к сожалению, они сегодня, вот эти части, они как-то вот распались. Нельзя целое разделить, потому что иначе это будет, ну, так сказать, половина. Ну, вот, очень просто, если половина земного шара измеряет энергию в джоулях, то вторая половина земного шара измеряет энергию совсем в других единицах, точнее, вообще без всяких единиц. То есть, это энергия, вообще-то говоря, есть такое понятие в шахте, и это совсем вещи другие, неизмеримые нашими какими-то измерительными приборами. Ну, хорошо, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо большое, всего вам доброго, дорогие друзья. Василина, спасибо вам, до новых встреч, и мы будем встречаться, да, в следующих передачах. И, если, дорогие друзья, вам эти передачи интересны, вы об этом нам сообщите. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания, вы об этом тоже сообщайте. Вот, буквально сегодня, я, кстати, получил, скажем, предложение о том, чтобы, а что там тратить десятки лет на то, чтобы что-то узнать, ехать в Индию и так далее. Давайте, пускай Майкл нам расскажет всем о том, как вот он ездил в Индию, о чем идет речь. Ну, я говорю, ну, почему нет, давайте расскажем. Это не значит, что надо сэкономить время, потому что, ну, послушать это, послушать, походить там, где действительно есть знания, и приобщиться к этому, наверное, все-таки было бы полезно, но, тем не менее, с чего-то надо начинать, поэтому мы будем об этом говорить. Всего доброго. До свидания. До следующих встреч.